Здравствуйте! Сегодня у меня гость, который пришел с таким духовным, как раньше говорили, богатством. Здесь вот, смотрите, сколько, ну, около десятка книг, а Ирина Гудым, она издатель, известного издательства у нас в Николаеве, и я бы хотел бы вам, Ира, задать такой вопрос. Вообще, издатели читают книги или нет? Кроме тех, которые издают? Если кроме тех, которые издают, конечно, читают с удовольствием. Я читаю очень много, и навык чтения у меня достаточно такой большой. Я читаю не менее ста страниц в день. Вот давайте вы поделитесь опытом с остальными всеми телезрителями. Почему? Потому что, ну, вот точно влез в компьютер, и просто люди не успевают читать книги. Ну, это болезнь современного времени. Мне очень часто и много говорят о том, что, да, ваши книги уже отмирают, очень интересно, мы все пользуемся электронной книгой, и это уже в прошлый век. Ну, так говорили всегда. Но дело в том, что книга, она включает все человеческие чувства. Если человек в руках не держит книгу, а это одновременно работают все его чувства, включается память, моторика, включаются запахи, ассоциации, и начинает работать творческое начало. Хочет того человек или не хочет, у него включается творчество. Читающий человек, ну, я когда с детьми разговариваю, студентами, там, в школах, я всегда говорю, что человек читающий, он может быть одновременно и режиссером, и сценаристом, и он художник того образа и того действия, которое происходит в книге. Поэтому у него развивается моторика огромного пласта, он начинает думать неординарно, потому что образы позволяют ему быть самим собой. Когда мы заглядываем в компьютер, я тоже очень много работаю с компьютером. Я вижу, потому что вы все-таки небезучастно относитесь к компьютеру и к интернету. Я вот часто вижу, очень радуюсь, что я вас вижу хотя бы по интернету, и все время хочу вам написать, да все, так сказать, ну, не кстати, может быть, думаю, что вы в последнее время выглядите хорошо, интересно. Спасибо, на добром слове. Это комплимент, потому что весна, и все женщины к весне расцветают. Вот вы сводите это все к весне, да? Конечно. А может быть, какие-то, ну, такая жизнь как-то изменилась? Это здоровый образ жизни. Да? Да, я... Немножко подробнее об этом. Ну, если говорить о здоровом образе жизни, я благодаря Евгении Бардиной и своей дочери Марине Козыра пересмотрела свой рацион, свое питание, свой образ жизни. И молодые, талантливые люди смогли мне объяснить, что не так много у меня ресурса, и весь этот ресурс находится во мне. Мое время – это огромный ресурс. Мое здоровье – это тоже ресурс. И я могу полагаться только на себя, на то, что я закладываю туда. То, что мы едим, на то мы и выглядим. Вот. Плюс занятия спортом хотя бы минимальные. Ну, не можете оплатить тренажерный зал, просто побегайте по ступенькам вверх-вниз. Это очень помогает. Когда-то доктор Уролах моей свекрови сказал, все камушки, весь песочек выйдет, если будете бегать по ступенечкам. Да, кто-то из... Самое главное – лекарство. Вот это вот таким образом, да? Да. Ходите много, любуйтесь тем, что вы видите, удивляйтесь и живите в позитиве. И тогда ваше настроение никто не испортит. А для этого, что вы жили бы по другим законам? Да, я жила в работе. Только в работе? Только в работе. Или в основном в работе? В основном в работе, в семейном быту и в работе. Работа отжирала, ну, просто очень много. И я понимаю, что нужно перестраивать себя. Нужно думать о том, каким ты придешь, когда ты перешагнешь какой-то возраст. Упадешь на руки, чтобы тебе дети спасали, помогали, или ты сам можешь себе помочь. Я за здоровое питание, за здоровый образ жизни, за качественные продукты. Ну, в общем-то, я избирательно очень стала относиться к себе, чем я пользуюсь, что у меня на столе. И, ну, косметики, к всему. И к людям тоже. Вот давайте тогда смотреть. Давайте говорите, рассуждайте о том, что вы сюда сегодня принесли. Вы же не могли без книг сюда прийти. Насколько я понимаю, что это вы напечатали это все в прошлом году? Да, это книги 2016 года. Здесь есть детская литература. Очень интересная была работа Статьяны Куприевич и замечательной художницей. Это было открытие для меня Оксаны Владимировой. Прекрасная работа Евгения Куцова. Детская книжка, сказок. Сказки волшебные и правдивые. Давайте показывать вот это, пожалуйста. Будем понемножку. Вот это все детские, да? Давайте покажем. Да, это детские книжечки. Вот это новинки прошлого года. Вот замечательные работы. Это работа Людмилы Яковлевны Чижовой «Весела новины гарные днины». Вот сколько у нее уже в Чижовой книг? Она из Вознесенска, да? Да. Ну, она там работала. В Доманевке, Вознесенске. Вот она всю жизнь, она детская писательница, правда такая. Вы знаете, у нее есть потрясающие, удивительные взрослые книги. Взрослые. Это рассказы, новеллы? Это рассказы, это повести. Очень лиричные, очень тонкие, очень душевные. Детям писать могут не все. У Людмилы Яковлевны это получается. Ее очень любят младшая начальная школа, обожают ее в детских садах. Им есть с чем работать. Это очень хорошая работа. Это особый все-таки склад писателя, детского писателя, да? Кто они сами по себе? Женщина, почему-то в основном женщины, но бывают же и мужчины, правда? Ну вот Евгений Куцов. Так, покажите. Это уже третья его сказка. Да. А какие великолепные... Немножко о нем расскажите. А какие великолепные рассказы он пишет. Он печатается сейчас в одесских журналах. И у него очень интересные взрослые рассказы. Его очень полюбили морские его рассказы. Ну, я скажу, что у него хорошее будущее. Он распишется и будет узнаваемо. У него свое лицо такое достаточно самобытное. И очень душевные рассказы. С психологическим подтекстом. Очень хорошие, очень тонкие. И это... Вы можете их почитать на литературном Николаеве. На сайте, который создала научно-педагогическая библиотека. Литник или литературный Николаев, который поддерживает сейчас огромное количество наших книг, которые публикуются в Николаеве. Там создана огромная база, с которой вы можете поработать. И в том числе там есть рассказы, повести, видеозаписи. Обращайтесь туда, работайте с этим. Для молодежи, для ребят, для учителей. Просто неоценимый кладезь. Вот это богатство. Это богатство то, что представляет литература, культура нашего края. Это очень здорово. Это хороший, большой, серьёзный ресурс. Вот подскажите, как вообще детские писатели, как они от детишек приходят сюда, к этой литературе? Какой посыл оттуда исходит, что именно он? Именно он с детишками. Он их понимает, этих детей, правда же? И большинство авторов, которые начинали писать, мне говорили о том, что когда столкнулись с тем, что написано и то, что сейчас издаётся, захотелось в противовес для своих собственных детей что-то написать. Ах, так чаще всего и бывает. Чаще всего происходит. Потому что сталкиваясь с тем недоумением или с какими-то вопросами, на которые они не нашли ответы, они пытаются ответить своим детям, ну и окружающим людям, тем, что пишут сами тогда. Ну, а теперь дальше уже о взрослых. Как вы, о чём, что можно тут объединить каким-то образом? Наша Николаевская, наше родное, нашу историю, что вы принесли? Вы знаете, потрясающие книги были изданы по истории нашего края в 16-м году. Ну, во-первых, первая книга, которую мы издали в начале прошлого, 16-го года, это была книга о войне 14-го года. Этот этап на Николаеве ещё не отслеживал никто. Это Владислав Пономаренко и Татьяна Губская, которую вы всё знаете на слуху. Потому что в Николаеве война 14-го года, она как не проходила, она здесь не была боевых действий, но здесь, сюда, стекалось огромное количество раненых. Здесь сформировались и базировались многие воинские части. И Николаев, по Николаеву, по судьбе Николаева, и Николаевцев эта война прошлась таким огненным мечом. Огромная площадь на старом Николаевском некрополе, эти захоронения. Что происходило? Какие этапы эмоций, какие переживали эмоции тогда наши сограждане? И как это перекликается с сегодняшним днём? Что происходило? Как это было? Вот война 14-го года, каким образом это потом всё переросло в другие действия? Вот очень интересный материал. Книгу нам помогли издать в фонде Василия Капацины. И эта книга мгновенно разлетелась. Но благодаря этому фонду эта книга попала во все школьные библиотеки и во все библиотеки нашей библиотечной Николаевской системы. Это сестринство, это первые военные эшелоны, которые отсюда отправлялись. Масса-масса интересной литературы, которая в этой книге поднята. И огромный пласт архивов Николаевских. Просто не верится, что действительно не было же театра военных действий здесь. Но огромное количество людей похоронено здесь. Всё-таки когда война, то не имеет значения, где она происходит, в пределах твоих родин. Она касается сердца каждого. Она касается каждого живущего человека. И сегодняшний день, это очень всё созвучно. Да, это подтверждение. Потому что по каждому из нас это всё равно проходит каким-то таким... Ну, это больно. Это больно, да. Потому что каждый день... Сейчас идёт война. И каждый день мы хороним своих земляков. И тогда это происходило тоже на этой земле. И вот поэтому они перекликаются, книга, это перекликается с сегодняшним нашим днём. А если говорить о большой серьёзной работе, которую мы ждали пять лет, и она была издана в прошлом году, это «Старина Николаевская» и «Очаковская». Да, да, да. Книга, которая в двух томах. Одна книга, два тома одновременно. С одной стороны, это история Николаева. Это все путешественники, которые бывали на территории Николаева и «Очакова». Потому что, с другой стороны, второй том – это «Очаков». Ага. Вот. И они оставляли какие-то записи, какие-то публикации. Это первая история, которая была заказана городской думой Николаем Ге. Была написана и издана. А потом она так не устроила городскую Николаевскую думу, потому что там была критика наших гласных. И об этой истории практически забыли. Ее спрятали, ее убрали. Она не тиражировалась. И только с годами наши исследователи, такие как Владимир Щукин, Крючков, начали опираться именно на первую историю, написанную Николаем Ге. И в этой книге она приведена полностью с современной орфографией. Огромная работа Владимира Щукина и Андрея Павлюка. Они собрали самые лучшие и самые нужные тексты, которые сегодня есть опубликованы. И очень много новых фотографий, очень много новых материалов, которые никогда не публиковались в этой книге. Она попала во все школьные библиотеки, потому что помог издать эту книгу Центр социальных программ «Русал». И благодаря их поддержке финансовой эта книга увидела свет. А мы пять лет ждали, когда она появится. Мы ее создали, проект уже был, она была набрана. И очень долго не находилась мецената. Мечтайте, и ваши мечты всегда будут воплощаться. Я знала, что эта книга обязательно будет. Она не могла не появиться на свет. Тираж какой? Тираж 500, но мы потихоньку, вот мы чуть-чуть продали, под 10, по 20 книг до издаем, потому что она очень востребована, она очень нужна людям. А какие книги у вас бывают, выходит вот тираж, а потом еще раз новый тираж, такие есть у вас? Я вам покажу замечательную книгу, которой у меня очень много и очень часто спрашивают. Это две книги Сергея Галушкина «Николаевский эффектив» и «Кинбургские рассказы». И вот мы ее объединили в одну книгу и переиздали то, что давно просили и мечтали наши горожане. И вы можете эту книгу у нас найти, она есть, и вот она уже живет своей жизнью полноценной. Какой здесь тираж? Это сейчас что? Вы знаете, мне так часто говорили и много говорили об этом человеке, о Сергея Галушкина. Мы так шапочно каким-то образом знакомы. Я знаю очень много об этой книге. Это человек, который когда приехал сюда на Николаевщину? Он родился здесь. Он родился здесь, да? Он Николаевский. Сколько ему лет? Сколько ему лет? Ну, он немного старше меня, так скажем. Правда, да? Да. Скорее всего, что вы ровесник. Я не знаю. Вот что меня связывает с этим человеком, конечно, это не только возраст, но то, что есть такое понятие «Кинбургская коса». Каждый из людей, которые, из интеллигентных людей, которые вот уже у меня участвовали в этой программе, они тоже имеют свое понятие «Кинбургской косы». Я свое понятие ввез. А он уже так посмотрел на это дело, что просто мы все рты пораскрывали, глаза раскрыли и с удовольствием читаем. Я не знаю. Рубна, откройте и почитайте. Ну, что мне сделать, Ира? Ну, как вообще набиться на то, чтобы вы все-таки отдали мне эту книгу за счет вашего издательства? Я вам обязательно ее сегодня подпишу. Хорошо. Я даже намеревалась это сделать. Ну, спасибо. Вы же просто прочитали мои мысли. Да? Ну, слава тебе, Господи. Вот когда вы говорили о тех людях, которые писали про Николаевича, вот уже ж уходят эти люди. А подходят такие же другие, я имею в виду... Ну, Андрей Павлюк, достаточно молодой человек и очень уже известный в кругах исторических. И у него прекрасные работы вместе с Владимиром Щукиным. Ну, я должна вам еще показать еще одну замечательную книгу. Это Корифеи Николаевского театра. Вот. Это Наталья Александровна Коркхоронышко. Замечательная работа, посвящена нашим землякам Табелевичем, Кропивницкому. Здесь кладезь того, что мы называем культурой. Маленькая, небольшая работа, но очень емкая, очень ценная и очень нужная сейчас. Здорово. Здорово. А давайте перейдем к поэзии. А давайте. У нас есть несколько поэтических сборников. Какие? Вот это. Ну, прекраснейший сборник Ларисы Матвеевой. Ну, просто изумительная, замечательная работа. И такая же крылатая, как ее чайка. Очень женственные, очень красивые. Сейчас. Изумительные стихи с огромной любовью к городу. А вот эта фраза «Я люблю этот город» – это же из ее стихов. Это потрясающая поэтесса. Очень интересная, очень необычная. Ну, можно я вот прямо вот тут... Давайте любое. По слову, по строчке, по капле крови, по горькой слезинке, по вздоху, по стону, поэт собирал, чтобы стих о любви взлетел в поднебесе, презрев все кордоны. В нем лунные блики и солнечный свет, в нем счастье, мгновенья и годы разлуки, чтоб струны души задрожали в ответ на высшей поэзии чистые звуки. Так это ж, по-моему, действительно очень здорово. Вы же открыли, не глядя, вы же не видели этот город. Я не глядя, я этого не читал. Скажите, что я хорошо это понимаю. Вы прекрасно читаете. Вот это здорово. Я получу просто большое удовольствие от этого. А как не потеряться в наших николаевских поэтах? Ну, есть конкурс, прекрасный конкурс в Атерлине, масса конкурсов замечательных, и они постоянно происходят, и нужно стучаться, нужно открываться, и нужно идти к людям. Нужно обязательно, чтобы вы их читали. Я вот почему, вот сейчас я что вам скажу, что я имею в виду потеряться, вот в чем дело, потеряться читателю. Потому что издать, любят издавать поэты, но уже насобирают, я знаю многих, которые насобирают на собственное творчество. Мне говорят, ты же столько интересных историй рассказываешь. Ну, напиши, для меня очень важно, что если напишешь, оно невостребованное. Просто, я же знаю, многие просто вот напечатали, да, написали, напечатали, издали, да, там сколько там, сто экземпляров или сколько, своим друзьям так раздали в презентацию, и все. Но это же не то, ради чего вы работаете и держите. На поэзии вы денег не заработаете, это точно. Да и на прозе, и на любой книге. Если вы ставите целью себе заработать на книге, ну, нынешние реалии Украины показывают, что это очень сложно. Это достаточно, поэты, писатели, они совершенно по-другому мыслят, они люди не от мира сего, они дети, они дети творчества, и они не могут не творить. И это здорово и замечательно. А может быть, что поэт, поэт может быть плохим человеком или нет, а? Конечно, может. Может быть, да. Конечно, может. Ну, вот книжку, как я... Среди писателей и поэтов масса людей, которые не отличались нравственностью, требовать, ну, это средства общества, они такие же, как все, только они более тонко чувствующие. Ага. И они умеют показать свои эмоции. Поэт, как обычно, сдирает с себя кожу, он все равно выплескивает что-то свое. И, ну, поэзия, хорошая поэзия, она должна быть, это открытие, это открытие самого себя. Вот, Артём Гусовапский. Журналист. Журналист. Достаточно известный маленький. Работал у нас на телевидении. Я почему такой вопрос вам задал, что может ли быть плохим человеком поэт? Вот, Артём не может быть плохим человеком, я знаю. Артёма так любят, что на его презентации практически раскупили его тираж. Да. Столько было людей, которые хотели эту книгу. И, ну, просто к Артёму очень хорошо относятся. Ну, да. Ну, я всё-таки пару строчек почитаю, вот, он пишет и по-украински, и на русском языке. Вот такие у него трёхстрочные такие. Я разбитая чашка склеилась обратно. Я вернулся домой, а тебе и след простыл. Это что-то от японского, японского, да? Трещинка появилась на солнце, скоро зима. Накинь что-нибудь тёплое. Красивые пальцы, красивые ладони, но линии бесперспективные. А ваше дело, Ира, перспективно? Одна минута у нас. Можете говорить. Моё дело? Возможно, перспективно, возможно, нет. Творчество и к нему относиться... Я не могу не делать. А будет перспектива или нет, это будет зависеть от горожан. Смогу ли я попасть в их душевную волну? Смогу ли я сделать то, что им сегодня нужно? Что для них важно? Но я больше чем уверена, что книга может изменить целый мир, как когда-то изменила мой. И я просто своё дело делаю с большой любовью и с огромным уважением к каждому автору, который ко мне приходит. Я сам в начале передачи сказал, что вы изменились. Хорошую сторону, естественно. После этой передачи вы стали ещё лучше, мне кажется. Ну, в моих глазах это совершенно точно. Спасибо вам, что пришли. Ну, это, наверное, потому что рассказы Сергея Галушкина я вам вручаю с огромным удовольствием. Спасибо большое. До встречи. Спасибо большое. До свидания. До свидания, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова